Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал! Это видео будет посвящено миниатюре. И сегодня я покажу как сделать очень милую и маленькую голубую чашечку в белый горошек. Оставайтесь со мной! Для получения голубого цвета мне понадобится синяя и белая полимерная глина. Я беру кусочек белого цвета и совсем крошечный кусочек синего. И перемешиваю их до получения однородной массы. В результате получается красивый нежно-голубой оттенок. Раскатываю два кусочка полимерной глины белого и голубого цветов на тонкой толщине паста машины. Толщина должна быть не больше 1 мм. Эти цвета складываю вместе и еще раз раскатываю. Чтобы пласты прочно склеились друг с другом и образовали единое целое. Дальше в работе мне понадобится бусинка на зубочистке. Бусинку можно использовать каменную, стеклянную или деревянную. Не используйте бусинки из полимерной глины в качестве основы. Потому что чашка с такой бусинкой при запекании просто склеится. Беру двухцветный пласт и оборачиваю им бусинку. Но оборачиваю без швов, без нахлестов. Нужно будто бы натянуть этот пласт на бусину. Но сильно не растягивая. Потому что это сделает стеночки чашечки очень тонкими и непрочными. Должно получиться маленькое привидение. Теперь беру лезвие и очень аккуратно отрезаю все лишнее. Получается вот такая вот основа. Уже практически чашечка. Чашечка будет в белый горошек. Поэтому я беру белую полимерную глину. И тоненько ее раскатываю. Нарезаю эту тонкую колбаску на множество мельчайших частей. Постарайтесь, чтобы части были одинаковые. Каждую из частичек катаю в маленький шарик. Иголочкой я намечаю места, где я бы хотела расположить белые точки. Белый горошек. И теперь маленькой лопаточкой я подцепляю горошинки по одной. И прикрепляю на те места, которые я обозначила. Лопаточкой приплющиваю горошинку и разглаживаю место. Вот такая основа у меня получилась. Делаю ручку. Ручка будет голубого цвета. Катаю кусочек голубого цвета в тонкую колбаску. Часть колбаски чуть-чуть расплющиваю лопаточкой. Чтобы получилась плоская полоска. А дальше работаю двумя иголочками. Один из краев этой ленты я закручиваю в одну сторону. А другой противоположный край я немножко закручиваю в другую сторону. И теперь нужно присоединить ручку к чашке. Я делаю это очень аккуратно, так же иголочками. В отверстие в ручке я вставляю иголочку. И хорошо прижимаю эту ручку к чашке. А при запекании они уже прочно склеятся. И запекаю прямо так на бусинке. Температуру и продолжительное запекание смотрите на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. После запекания снимаю чашку с бусинки. Если вы правильно запекли, то чашка не треснет и легко снимется. Если же температура запекания была недостаточная, если пластика не допеклась, то чашка к сожалению может треснуть. Я сделала две одинаковые чашечки. Теперь нужно немножечко привести поверхность в порядок. Я это делаю при помощи шлифовального листа. Подравниваю неровности, убираю какие-то бугорки. Полимерная глина материал пластичный, даже после запекания. Он немного гнется, поэтому удобнее шлифовать чашку, если надеть ее на бусинку. После шлифовки и полировки я протираю чашечки влажными салфетками. Таким образом убираю всю пыль. И покрываю лаком, чтобы чашечка приобрела глянцевый стеклянный эффект. Я покрываю лаком сначала внешнюю сторону, затем ручку чашечки. А когда внешняя сторона высохнет, я переверну и покрою все что внутри. И вот такие милые чашечки у меня получились. В рамках миниатюры 1 к 12 это довольно большая чашка. Но так и задумывалась. Эту чашку я делала специально, чтобы положить туда клубнику. То есть это скорее такая чашка-пиалка. И мне кажется, что клубника прекрасно вписалась в эту бело-голубую миниатюрную чашечку. По такому же принципу можно сделать и блюдечки в горошек в комплект. Я очень надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс и оказался полезен. Если так, то не забудьте поставить пальчики вверх, чтобы я знала, что вам нравится эта рубрика. И конечно же не забудьте посмотреть мастер-классы, как сделать эту милую миниатюрную клубнику. И как сделать бананы в масштабе 1 к 12. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. И конечно же подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok